Уважаемые гости, мы начинаем наше торжественное открытие. Алфавит, наш русский алфавит, наши буквы, это лучший способ рассказать о советской цензуре, показать ее такой эффект полного заполнения, эффект всей цензуры, когда любой текст, любое произведение подвергается просмотру, а иногда и пересмотру. Просто так, ничего не понятно на выставке, нужно произвести определенные усилия, чтобы узнать, что это, собственно, так и работает цензура, она скрывается. Поэтому, чтобы что-то прочесть, включить свет, взять наушники или забраться в ширму, или взять наушники и посмотреть видео, или отодвинуть ящик. И таким образом мы становимся причастными к этой истории и знакомимся с ней ближе. О, это опечатка. Опечатка, совершенно верно. Это опечатка, и не просто опечатка, конечно, это контрреволюционная опечатка. И здесь даже две цитаты. Одна из Довлатова, которая пишет, что в советской печати правдивы только опечатки. А вторая цитата, это из материалов главлита о широком распространении контрреволюционных опечаток. Знаете, что это такое? Вы знаете, конечно, вы знаете. Это первоначальное название повести «Один день Иван Денисовича». И, собственно, на букву «Ща» мы рассказываем о переименованиях, о переименованиях, вызванных необходимостью позуровать, в таких вольно-невольных переименованиях. Ничего страшнее, цензура нет на свете, она извращает мозги. Очень часто это какое-то абстрактное понятие. И для молодых это вообще часто абстрактное. Что такое цензура, вообще цензура? Только сейчас начали чувствовать, когда стали прижимать на настоящие соцсети и законы всякие принимать, и за лайки осуждать. Вот тогда начали понимать, что такое цензура. Мы рассказываем о том, что когда-то было, то есть никогда не может повториться. Как же это смешно смотреть, как же это страхно смотреть. Ну, же ли люди так жили? Не же ли люди боялись? И чему никто ничего не сказал? И в этот момент я понимаю, что это история о тебе. Исключительно о себе. Для твоего времени сейчас. Исключительно о себе.